А это снова сериал от Демон Дарклайт. Вы должны помнить её по скрытому вампиру и однокрылой. Кстати, сейчас у неё выходит ещё один новый сериал, который называется «Мой хозяин-преступник». После того, как посмотрите озвучку, обязательно заходите. Все ссылки в описании. Данная история происходит в той же вселенной, что и в истории «Скрытый вампир», однокрылая и встреча, изменившая всё. Все события, которые будут показаны, происходят задолго до начала вышеперечисленных историй. Какие-либо возможные совпадения с другими произведениями случайны или являются отсылками. Возможно, ошибки. Приятного просмотра. С давних пор люди задавались вопросом, существует ли рай, существует ли ад. Если да, то кто в них живёт? Добрые они или злые? Кто такие демоны? И кто такие ангелы? Могут ли они быть друзьями? Ха, стереотипы людей всегда смешили эти два клана. По сравнению с другими кланами, ангелы и демоны – долгожители. Они могут жить более тысячи лет. Даже вампиры уступают им в этом. Ангелы и демоны связаны между собой. Поэтому кланы были союзниками, так как они дополняют друг друга. Ангелы – миротворцы. Поэтому используют боевые техники, максимум для самообороны. Что нельзя сказать про демонов? Бои у них в крови. Поэтому, хоть они и были союзниками, у них тоже не обходилось без воин. Как считалось испокон веков, каждому дьяволу положен свой ангел. И наоборот. Но не все так просто. Если дьявол связывает свою магию с ангелом, то это навсегда. Их силы будут полностью зависеть друг от друга. Демоны очень расчетливы, а ангелы чувствительны. Предчувствия, видения, эмоции – это по их части. Поэтому демоны часто хотят установить связь с ангелом из корыстных побуждений, чтобы стать сильнее. Что бы такого не происходило, по законам, ангел добровольно должен согласиться связать свою магию с демоном. А так как ангелы чувствительны, то они понимают, когда их хотят использовать, а когда такое желание искренне. Но, как мы знаем, даже среди большинства случаев можно встретить неповторимые. Эта история про то, как две противоположности притягиваются друг к другу. Тогда шли первые годы будущей вековой войны. Мам, пап, я научилась летать! Хотите, покажу? Прости, милая. Мы заняты. Нужно искать способы мирного разрешения конфликта кланов. Хей, сестренка. Не расстраивайся. Родители заняты. Может, позже им покажешь. Они всегда заняты. Просто понимаешь, сейчас все сложно. Война кланов. И с демонами у нас сейчас разногласия. Да, я все понимаю. Вот и хорошо. Помни, мы тебя любим, Элен. Я вас тоже. Иди в свою комнату. А мне нужно к родителям. Хорошо. Как скажешь. Может, сходить прогуляться? Туда-обратно и все. Но уже поздно. Меня не выпустят. Думаю, мне все же стоит развеяться. Я же теперь умею летать. Можно незаметно перелететь охрану. И никто не узнает. Как тут красиво. Ну и что ангелок делает в демоническом лесу? В демоническом? Ты что, не из местных? Все ведь местные знают это. Да. Мы недавно с родителями поселились неподалеку. Про лесу мне не говорили. Ясно. Родители говорили, что многие демоны злые, алчные и лживые. Но он не похож. Так что ты здесь забыла в такое время? Темноты не боишься? Темнота завораживает. А остальное не твое дело. Знаешь, а ты не так простая, ангелок. Удивительно слышать такое от ангела. Другие даже не сунуться сюда, бояться. А ты до сих пор не сбежала. А ты что здесь делаешь? Гуляю. Это мое тайное место. Мало кто может его найти. Ой, прости. Я тогда, наверное, пойду. Стой. Можешь приходить сюда. Если хочешь. А как тебя зовут? Можешь звать меня просто Лео, ангелок. Не издавай лишнего шума, ангелок. Звук клинков – это звук столкновения демонов-отступников с ангелами-пограничниками. Если отступники нас засекут, нам не жить. Хм. Мне показалось, или этот демон мне кого-то напоминает? Да не, бред. Фу. Главное обошлось. Все в порядке, ангелок. Можешь от меня отлипнуть. Прости. Пойдем. Я доведу тебя до края леса. Спустя какое-то время. М-да. А я ведь даже имени ее не узнал. Опять в лесу гулял. Даже если и так, то это не твое дело, Вито. Я твой учитель и наставник. Твой отец просил присматривать за тобой. Так что это мое дело. Меня это не колышет. Я, конечно, с отцом вас уважаю. Но управлять своей жизнью не позволю. О, дети. Ладно, лишь бы с ангелами не связывался. Спустя неделю. Ну привет, ангелок. Не называй меня так. Вообще-то меня зовут Эли. Хорошо, буду знать. Ангелок. С того дня. Они встречались там каждый вечер. Они были словно единым целым. Родственными душами. Они могли, посмотрев в глаза друг к другу, все понять. В такие моменты они ни о чем не думали. А просто были рядом друг с другом. Но со временем все меняется. В один момент Эллен перестала приходить на их место. Складывалось ощущение, что ее никогда не существовало. И все, что они пережили вместе, было только иллюзией. С того момента, хоть он это и отрицал, в нем затаилась обида на ангелов. Он хотел перехитрить всех и завладеть силой одной из самых сильных ангелов, наследницы Эллен. И для этого у него был план. Здравствуй, отец. Я к тебе с предложением. Здравствуй, Леонард. И с каким же? Отец, нам ведь нужно укрепить отношения с ангелами. Продолжай. Я узнал, что раньше была традиция, по которой наследники укрепляли союз кланов магической связью. Я предлагаю возобновить традицию. Ты действительно хочешь этого? В последние годы твое мнение об ангелах было не лучшим. Для клана я готов на все. Ну хорошо. Я пообщаюсь с предводителем ангелов. Он чтит традиции. Возможно, согласится. Как скажешь, отец. Даже без ангелов понятно, что его намерения совершенно другие. Вряд ли что-то из этого выйдет. Хотя, как говорят, попытка не пытка. Что ты на самом деле задумал? Я не понимаю, о чем вы, учитель. Лео, не заставляй меня твои мысли читать. Даже без этого понятно, что у тебя абсолютно другие намерения. Какие у меня планы, вам знать не обязательно. Ладно, тогда запомни одно. Не доверяй ангелам. Они тоже нечисты. Из чего мне тебе верить, Вито? Мой друг ангел лишил меня глаза. Так что, суди сам. Хоть он и мой учитель, доверия к нему у меня совершенно нет. Андрос, надеюсь, ты понимаешь, что речь идет о моей единственной дочери. Конечно. Но согласись, в такие тяжелые времена, это хороший вариант укрепления нашего союза. К тому же, Нерон, мы тоже с тобой связаны благодаря этой традиции. Тогда времена были другие. Поверь, мой сын достойный демон. И будет отличным напарником для твоей дочери. В любом случае, по закону Эллен сама должна согласиться на это. А ты сам знаешь, что ангелу нужно провести какое-то время вместе с демоном, чтобы принять решение. Тогда я предлагаю отправить моего сына к вам во дворец, вместе с моим советником. Они проведут в вашем замке столько времени, сколько нужно. Я в тебе-то не сомневаюсь, но к другим демонам у меня доверие очень слабое. Разрешаю любые меры предосторожности с вашей стороны. Ну хорошо, считай, мы согласны принять ваше предложение. Тогда до связи, старинный друг. До связи, чертила. Сколько лет прошло, он все по-прежнему меня так называет. Спустя пару дней. Помни, Леонард, ты должен произвести хорошее впечатление на принцессу. Вито, мне не нужны твои советы. То, что отец послал тебя со мной, ничего не значит. Приветствую вас в замке ангелов. Здравствуйте, король Нерон. Спасибо, что приняли нас. Прежде чем идти знакомиться с моей дочерью, мы должны принять меры предосторожности. Ваш отец, Леонард, дал свое согласие. Не переживайте, мы все понимаем. Вас уже обыскала охрана на входе. Сейчас постойте немного на месте. Что это? Ограничитель магии. Пока вы в нашем замке, вы не можете использовать магию. Вы настолько нам не доверяете? Извиняюсь за неудобство. Пойдемте, моя дочь уже ждет вас. Слуги потом проведут вас в ваши покои. Знакомьтесь, моя дочь Эллен. Приветствую вас. Позвольте представиться, Леонард. А это советник моего отца, Вито. Приятно познакомиться. Спустя пару недель. Леонард старался провести больше времени с Эллен, чтобы обольстить ее. Правда, за столько времени он ни разу не видел ее без фаты. По традиции, ангел может снять фату или маску только в том случае, если он примет решение. Несмотря на все старания Леонарда, Эллен была неприступна. Комплименты обхаживания на нее не действовали. По крайней мере, ему так казалось. Госпожа Эллен, вы уверены, что он не из корыстных побуждений? Поверь, я чувствую, что он тот самый, с кем я свяжу свою магию. Простите, но мне кажется, что ваша симпатия к нему вас ослепляет. Вскоре все изменится. За столько лет это осталось единственным местом, где я могу быть самим собой. Темнота завораживает, правда? Да. Стоп! Элли? Принцесса Эллен? Так это была ты! Неужели я настолько изменилась, что ты меня не сразу узнал? Возможно. Я так понимаю, ты приняла решение? Прости, но я хочу убедиться в своем выборе. Можно один вопрос? Куда ты пропала много лет назад? Понимаешь, тогда... Мисс Анна, зачем вы нас позвали? Неужели Эллен плохо учится? Нет, ваша дочь очень прилежная ученица. Тогда... Король. Королева. Вы должны это увидеть своими глазами. Пойдемте. Она получила нимб. Ну, а что с ним? Мам! Пап! Я наконец-то получила нимб! Мы очень рады за тебя, Эллен. Давайте отойдем. Скажите, в вашем роду были полуангелы-полудемоны? Да, несколько тысячелетий назад. Похоже, через поколение часть сил досталась вашей дочери. А это как-то на нее повлияет? Не переживайте. Просто когда она будет связана с демоном, их связь будет крепче, чем у остальных. У вас все хорошо? Не переживай. Надо будет отпраздновать то, что ты наконец получила нимб. Вечером, после ужина. А где Эллен? Она сказала, что не голодна и ушла. Куда? Сказала, у нее появился друг, с которым она хочет встретиться. Поэтому она пошла собираться. Как прекрасно. У нашей девочки появился. Что-то мне нехорошо. Мама? Милая. Лекаря! Пап, мне тоже не... Стража, лекаря сюда! И немедленно найти принцессу Эллен. Так точно! Тогда я так и не вышла из замка. Меня, по сути, заперли в замке. Гулять мне позволили совсем недавно, после курса самообороны. А что с ними случилось? Они впали в кому. Лекаря причины обнаружить не смогли. Прости. Ничего. Почему сразу не сказала мне, что это ты? Ведь ты, видимо, узнала меня сразу. Хотела понять, чего ты хочешь. И каковы твои намерения. Ну, значит, ты должна была понять или почувствовать, что я хочу тебя использовать. Если так, почему ты игнорировала мои жесты? Могла просто послать куда подальше. Право на это у тебя есть. Может быть, я хотела, чтобы мной воспользовались. Гордая птица никогда не сядет добровольно в клетку. А кто сказал, что в любую клетку? Я бы, будь я птицей, села бы только в твою темную клетку. Правда, ты бы мне не позволил. Почему? Я же именно этого и добиваюсь. А ты еще не понял, что ты просчитался? Что ты не можешь принять, я уже вижу насквозь. Я уже сообщила, что я согласна на объединение. Увидимся на церемонии. Просчитался? Скорее, я не учел переменную. Но результат ведь тот же. Или нет? Почему я все думаю о том случае, что рассказала Эллен? Она сказала, что они впали в кому после ужина. Стоп! Докладывай. Сэр, все идет по плану. Мы заразили королеву ангелов и ее старшую дочь демонической лихорадкой. Насколько я знаю, у короля две дочери. Простите, сэр. Младшая ушла до ужина. Идиоты! Ничего нельзя доверить! Ладно. Придумаю, как избавиться от младшей принцессы. Хоть этих спасибо отравили. Никого. Надеюсь, что показалось. Значит, тогда мне не показалось. Если отравили тем, о чем я думаю... Черт, столько времени прошло! Надеюсь, еще не поздно. Сэр, у нас проблема! Что еще за проблема? Королева ангелов и их дочь. Неужели двинули кони? Наконец-то! Нет, нет, сэр. Они... Они... Не тяни! Они выздоровели! Кто-то... Кто-то выкрал противоядие и... Так вот оно что. Значит, этот щенок раскусил мои планы. Передайте нашим шпионам в рядах ангелов. Переходим к плану Дельта. На следующий день. Ритуальном храме на пересечении границы ангелов и демонов. Принц Леонард, у меня для вас особое послание. Здравствуйте, принц Леонард. Я не знаю, как передать вам ту благодарность, которую мы испытываем к вам. Могу только сказать спасибо за то, что спасли меня и мою старшую дочь. К сожалению, мы не сможем присутствовать на церемонии с вами по состоянию здоровья. Но я уверена, что Элен не ошиблась в своем выборе. Не думаю, что моя дочь смогла бы встретить более достойного демона. Удачной вам церемонии! Принц Леонард, примите и мою глубочайшую благодарность. Если бы не ваше противоядие... Что вы, не стоит. Ваш отец не лгал насчет вас. Вы действительно достойный демон. Спасибо. Как я могу вас отблагодарить? Не используйте на мне больше ограничитель магии. Ха, хорошо. Теперь вы желанный гость в нашем замке. А где принцесса Элен? Сейчас должна подойти. Никогда не была в этом храме. Конечно, это ведь ритуальный храм. И да, отлично выглядишь, ангелок. Ты не исправим, Леонард. Но ведь это тебе и нравится во мне. Хм, я удивлен. Отец, ты так изменился за такой маленький промежуток времени. Пап, не говори ерунды. Я такой же, каким и был. Со стороны лучше видно. Неважно, скоро церемония начнется. Ты как будто снова стал счастливым. Неужели эта принцесса вновь открыла тебе глаза? Приступаем к выполнению плана Дельта. На церемонии объединения. Расправьте крылья в знак открытости своих намерений. А теперь прошу каждого из вас передать другому талисман из магических камней вашего клана. Ты еще можешь отказаться. Я уже все решила. Как скажешь. Эти талисманы будут прямым символом и признаком вашей связи. Что? Что происходит? Нас о таком не предупреждали. Что это было? Чистая связь. Чистая связь? Что это? Раз в тысячу лет появляются ангелы-демон, которые по судьбе будут связаны не только магией, но и узами любви. Это и есть чистая связь. Любви? Этого не может быть. Неужели мои чувства взаимны? Королевские семьи, примите наше искреннее уважение. Но сегодня мы пришли за вашими жизнями, поэтому предлагаем вам сдаться и добровольно принять свою смерть. Вы сможете тронуть наших детей только через наши трупы. Отец! Уводи, Эллен. Но... Живо! Нам нужно уходить. Слушай, то, что сказали про нашу связь. Ангелок, не время. Леонард? Действительно не время, голубки. Позовите Одноглазого. Скажите, что мы привели их. Черт, где мы? Магические наручники. Только этого не хватало. Эллен, Эллен. Ангелок, очнись. Что произошло? Лео, ты в порядке? Да, но это сейчас не важно. Почему? Так, так, так. Кто тут у нас? Принцесса Ангелов и Принц Демонов. Как мило. Похоже, мы сорвали джекпот, парни. И не думай, девочка. Вам не сбежать отсюда. И ваша магия не сработает, пока вы в этих наручниках. Ну, как вы? Я слышу, о чем ты думаешь. Блин, и почему я такой предсказуемый? Даже ударить тебя ни разу не смог. Просто я слышу, что ты думаешь. А тебе нужно учиться противостоять этому. Так что, давай сначала. У... учитель? Вижу, ты не так глуп, парень. Вито! Какого черта? Знаешь, когда я узнал, что ты хочешь завладеть магией принцессы, я думал, ты будешь на нашей стороне. Но что-то в тебе изменилась. Причем настолько, что ты решил порушить все мои планы. Королеве и старшей принцессе оставалось каких-то пару дней до смерти. Но ты, скотина, принес противоядие. Мне просто доставляет удовольствие бесить вас. А помочь им было моим долгом. Несносный мальчишка! Ты не смеешь со мной так разговаривать! Хм... Сейчас для меня ты никто. Да и раньше был никем. Черт! Надо что-то придумать! А если... Лео! Все, что бы ты не придумал, бессмысленно. Эллен! Эллен! Ты меня слышишь? Да, но... Как же? Это астрал. Он у каждого свой. Наши соединились. Поэтому... Он не прочитает, что мы здесь. Нет. Магия, кроме нашей, не может засечь наш астрал. Даже чтение мыслей. Но долго находиться нам здесь нельзя. Иначе заподозрят. Что мы будем делать? У меня есть план. Но он тебе не понравится. Говори. Если мы используем боевую технику ангелов и демонов, воспользовавшись объединением, то... Ты с ума сошел? Это же такие риски! За всю историю известны только пару случаев успешного завершения этой техники. И то к этому годами готовились. А мы только недавно прошли обряд. Иначе он нас убьет. И нашим кланам конец. Эллен, ты веришь мне? Я... Я не хочу снова тебя потерять. Не потеряешь. Давай сделаем это. Начинаем переговоры с нашими кланами. Если ничего не выйдет, сразу убивай заложников. Как прикажете? Что происходит? Сюрприз, учитель. Похоже, совмещенная магия не по зубам вашим наручникам. Вы сказали, что они не завершили обряд. Но мы... Придурки! Схватить их! Вито, сдавайся! Вам с нами не справиться! Это мы еще посмотрим. За ним! Нельзя позволить ему уйти. Ты не сбежишь! Сдавайся! Лишили возможности лететь? Что ж... Сами напросились. Черт, скрылся, гнида! Эллен, все в порядке? Да, все хорошо. Не переживай. Благодаря твоему заклинанию Вито не может летать. А значит, он до сих пор где-то здесь. Предлагаю разделиться. Если что, сразу зови меня. Хорошо. Как скажешь. Стоять на месте! Еще шаг, и твоему ангелочку конец! Вито, отпусти ее! Молчать, щенок! Трон будет моим! Моим! Если я не буду править, никто не будет! Нет! Вы не сможете! Эллен! А-а-а-а! Нет! Похоже, судьба его настигла. Спустя какое-то время. Мы рады, что с вами все в порядке. Лео, а как вам удалось победить Вито? Он упал с обрыва на острые скалы. А как же крылья и телепортация? Эллен применила на нем заклинание запрета. Летать он не мог. Похоже, благодаря технике объединения, мое заклинание стало сильнее и заблокировало ему и магический канал телепортации. Объединение? Мы как-нибудь позже вам расскажем. Ха, ясно. Ладно, давайте о другом. У нас для вас хорошая новость. Мы снова заключаем мир и союз между нашими кланами. И раз вы обезвредили отступников, этому больше никто не помешает. Мы рады. Спустя полгода. А, так зачем вы вызвали нас, пап? Раз вы теперь объединены, вы можете взять на попечение один из земных кланов. Вы уже думали об этом? Да, мы хотим быть хранителями клана оборотней, вампиров и воронов. Но ведь между ними война. Как вы сможете быть на стороне каждого? А они не будут знать про то, что мы хранители других кланов. Может, вам нужна будет помощь? Не. У Эллен было видение, и мы верим, что сможем закончить их вражду. Ну, это ваше решение. Мы его принимаем. Ну, раз с этим мы разобрались, у меня есть еще один вопрос. Что, зятек, когда свадьба? Папа! Что, пап? По-моему, хороший вопрос. Скоро? Так что можете готовиться. В смысле? Спустя много лет. Аарон, стой! Не убегай от меня! Ты можешь потеряться! Прости, пап! Я больше так не буду! Кстати, мы уже на месте. Ого! Значит, вот вы где познакомились. Мама права. Тут очень красиво. Ха! Ты бы видел ее лицо, когда она впервые появилась здесь. Правда? И какое же у меня лицо было? Самое красивое во вселенной. А если вам понравилась история и озвучка, поставьте лайк под это видео и поделитесь им со своими друзьями. Спасибо! Это канал Fable. Меня зовут Артем. Со мной озвучивает Алена. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok